А здесь можно присесть? Тут холм тоже, можно находиться, правильно? Ребят, я вам сказал, сюда вызываю. Я понял, ребят, заходите. Зависывайте, только у меня была просьба о тех информациях, которые задействуются. Нет, только в третьей линии. Какие-нибудь гарантии, нет, это достаточно. Юрий Евгеньевич, ты согласен на обработку персональных данных? Да, но в частном охране предприятия. Ну, на слово хотя бы там. У вас допуск есть, да, на обработку персональных данных? Хотя бы там, что-нибудь там, зуб дают там. Зуб прям, и зуб тоже. Так, ну каждому по зубу тогда. Видеозапись, трансляция всех интернов запрещена. Ходательство отклоняется. Вызвать людей в данный момент представляет свое положение. Физически. Физически. Я так понимаю, в вашем производстве сейчас находится в рассмотрении жалобы, правильно? У меня такой вопрос. Кто этот человек, который рассматривает этот тест и принимает? Он не принимает, я ему говорю, он врач. А он в данном административном производстве кто-нибудь? Участник в производстве по делу? Сейчас он все равно распространяется. Мы находимся в Мади. Мади на Паланчевске, 43, да? 49. 49. Что мы тут делаем? Что делать? В туалете? Возле туалета? Ладно, пойдемте обозначим. 60. То есть ты приходишь, тебе сразу задают вопрос. Да. Скажите, мы пришли на рассмотрение жалобы, у нас назначено на 13.30. Кого надо уведомить об этом? Никого. Вам звонили? Звонили, звонили. Звонили. Вот та дверь у вас выдала. Вот та, да? Да. Кого нам уведомить у нас на 13.30? Кого нам уведомить о том, что мы явились? В смысле? На что? На рассмотрение жалобы по делу в административном правонарушении. Вот талончик взяли, мы не знаем, правильно мы взяли или нет. Вы жалобу уже подавали? Да, да. Вам звонили? Все, рассмотрение, вот 13.30 сегодня. Вам звонили? Да, да. Ждите вас вызову. Отсюда должен выйти. Сейчас идет рассмотрение. А, вот здесь вот будет, да? В этом кабинете. Топ? Нет. А, здесь можно присесть? Сюда вызываю. Тут же с вас холт. Кто будет рассмотрение вести, он сейчас... Нет, тут холт. Тут холт уже, можно находиться, правильно? Ребят, я вам сказал, сюда вызываю. Я понял, ребят, заходите. Юр, иди тут, столик есть, там просто много, да, вот, тихо сидит. Мы не будем мешать. Слушай. Не знаю, что здесь с вами делать. Что? Сейчас вызовем этот зал. Защитники. Защитники? Да. Защитники и свидетели тут будут. Правильно? Тогда всех записывайте. Сюда, да, туда идите. Я не нашу, с собой. У кого паспорта есть? У меня есть. Можно? Можно. Еще у кого-то паспорта есть? У кого есть? Я оборвал Борис Владимирович. Паспорт не новый. Или чего? Я бы удостоверился, что это этот человек. А если это не он? Сотрудник полиции. А? А если это не он? Я номера не пишу в вашей личине данные. А если это не он? Как вы это, ну, и что? Не он, и не он. Паспорт не новый. Это документ. Нет? Вы не доставили, смотрите, печать. Подделка печати по закону преследуется. Уже, в принципе, шел. У одного, по-русски. Не, не, не. У одного. У защитника. У участвующих лиц у всех есть? Ну, так зарегистрироваться надо. Так вы пока не доучаствующих лиц, только на меня дошли. Это за... Защитник? Защитник. 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 У кого паспорт есть? Ну, а если нет паспорта, то что? Да, ну, смотри, не уходи. Нет. Если заседание закрывается, заседание, если оно закрывается... Заседание открыто. Ну, личность должна быть установлена, вы приходите. А зачем? А со слов они же публикуются. Со слов? А как вы защитники собираете? Нет, защитники, я говорю, все, кто участвует в телево рассмотрении, все с паспортами. Ну, запишите с тем, у кого паспортами. Хорошо. Я уже писал. Зачем? Водно. Да, стою. Так. Записывайте, только у меня была просьба, это всякая информация, которая задействовала. Нет. Только по третьей линии вычисли. Да. Какие-нибудь гарантии, мне это достаточно. Что-то не достаётся никому, что я у вас сегодня буду. Юрий Евгеньевич, а ты согласен на обработку персональных данных? Да, ну, в частном охране предприятия. Ну, на слово хотя бы там хоть как-то. У вас допуск есть, да, на обработку персональных данных? Хотя бы там что-нибудь, там зуб дают, там. Так, ну каждому по зубу тогда. Мне, кстати, правда интересует вопрос. Что? Ну, по поводу обработки персональных данных. Я не review ваш персональные данные, не паспортные данные. Фамилия, имя, имя и все. Это персональные данные. Иванов Борис Владимирович. А вот тут, Станислав, вы не правы. Нет, фамилия, имя, отчество это не персональные данные. А какие это данные? Персональные данные – это фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, либо контактный телефон. Вот это вкупе – это персональные данные, а просто фамилия, имя, отчество нет. Это мои защиты. Здравствуйте. Сразу предупреждаю, пожалуйста, можете ввести фиксацию хода рассмотрения в письменном виде, либо аудиозапись. Видеозапись про связь всех интернеров запрещена. Хорошо. Запрещаете? Да. У нас же президент Российской Федерации Владимир Владимирович Кузов настоятельно рекомендовал всем судим и должностным лицам, рассматривающим дела в открытом судебном заседании для борьбы с институционной составляющей, производителей в офисацию рассмотрения административных дел. Вы ему рекомендации не хотите прислушиваться? Еще рассмотрение дела не начато. Ну, давайте тогда рассмотрим. Давайте тогда начато. Доводы будете говорить потом. Сначала мы просим предъявить у вас документы, предъявляющих, предъявляющих защитников. В принципе, вы правы, я еще пока не допущен к производству по делу, поэтому еще ничего пока заявляет, мы не имеем права. Доверение, спасибо еще. Сейчас, да, сейчас потом. Да нет, в принципе, она у меня есть, но я хочу обратить ваше внимание на статью 25.5 Кодекса об административных производстве. Примечание, где указано, что Великобритательный суд разъясняет должностным лицам, рассматривающим дела, и в том числе и судим, рассматривающим дела административных правонарушений, что присутствие лица, в отношении которого введется производство по делу, и доверенность, оформление доверенности не требуется. То есть, у него уточнить, желает ли он, чтобы я вступил в дело в качестве защитника, увидеться в его личность, установить его личность и спросить его об этом. Значит, рассмотрение жалоб по делу об административных правонарушения осуществляется в порядке, предусмотрен 30-й главой Кодекса Российской Федерации об административных правонарушений. Значит, в статье 25.5 Кодекса об административных правонарушений предусмотрено, что в качестве защитника или представителя к участию в производстве допускается адвокат или иное лицо, полномочия адвоката удостоверяется ордером, полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяется доверенностью, оформленной в соответствии с законом. Еще раз вам поясняю, вы действительно правильно процитировали статью 25.5 Кодекса административных правонарушений, однако вы не хотите обратить внимание на то, что примечание в данной статье указано в Кодексе административных правонарушений, у вас на столе лежит, да? Вы можете сейчас же прямо убедиться в примечании, что Верховный суд разъясняет, что это не по частному делу, а именно, что Верховный суд разъясняет, что допуск защитника в присутствии лица в производстве которого ведется дело, оформление доверенности не требуется. Вы сейчас цитируете в том случае, если отсутствует, он сейчас находится здесь. Так, вы простите меня, пожалуйста, но я вот сколько ходатай списал заявление, мне так и не смог никто ответить, в чём производстве находится на данный момент дело административных правонарушений в отношении мира. Значит, вопрос сейчас мы не задаем, мы рассматриваем жалобу на постановление по делу административных правонарушений. Мне на кого ходатайство заводить? Ходатайство на имя начальника Мади Григоряна. Можете писать, пожалуйста, первому заместителю начальника Мади, профессиону Клияна Кровичу. Ходатайство о чём? Ну, о защитниках. Скажите, пожалуйста, так как... Вы меня допустили к производству? Камеру уберите, пожалуйста. А, она не снимает? Ну, все равно уж уберите, чтобы она вас не провоцировала. Меня она не провоцировала. Будьте уверены. Она просто звук действует. Вереваем записи звука. А там же должна гореть. Да мне как бы... Нет, просто направленный микрофон, можем вот так смотреть. На себя, может, наше. Хорошо. Так, начальник Мади Григорьев, первому заместителю начальника Мади, первому заместителю начальника Мади. Пока он пишет ходатайство, я хоть я не участвую, пока в производстве Павелова ещё не отсмотрели данное ходатайство Мади. Кто Медвич? Пырсинов. Все ходатайства... Пырсинов. 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 В соответствии со статьей 24.4 Кодекса об административных правонарушениях по ходатайству рассматривается незамедлительно. Он, начальник, сейчас присутствует? Веревен зам, пожалуйста. А, ладно. Замечательно, спасибо. И для начала мы рассмотрим жалобы, разъясняем ваши права в производстве по делу административных правонарушений, вы имеете право ознакомиться со всем этим делом, давать объяснение, предоставлять доказательства, заявлять ходатайство и отводы, пользоваться единичной помощью защитников, предоставленным правом, предоставленным кодексом, об административных правонарушениях. Здесь, пожалуйста, распишите, что с правами вы ознакомили. Сейчас, пожалуйста, прошу. Все, все. А могу за разъяснение подпись поставить? Да, конечно. Кто еще у нас защитники? Красев и Нешев. Как фамилию еще осталось? Пыр-Сина. Казалисова. Это Илья Анафридович. Обратите внимание, что я там поставил, понятно, что права, предусмотренные кодексом административных правонарушений, указанные там, они не разъяснялись. Как я только что вам всех зачитал. Вы ему зачитали, а не защитнику. У меня некоторые другие права. У защитника одни, у привлекаемого лица другие. Значит, перед началом рассмотрения дополнительно вам, уважаемый Юрий Евгеньевич, разъясняю, что в соответствии со статьей 25.5 Кодекс административных правонарушений, защитник, допущенный к участию в производстве по делу административных правонарушений, в праве знакомиться со всеми материалами дела. Говорил я вам, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение меры обеспечения производства по делу, восстановление по делу, пользоваться иными профессиональными правилами в соответствии с настоящим кодексом. Теперь, разрешение, пожалуйста, еще раз напишите. Внешний, Дмитрий Николаевич, вам персонально тоже разъяснить? Значит, вы имеете право как защитник. Знакомиться со всеми материалами дела, предоставлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение меры обеспечения производства по делу, восстановление по делу, пользоваться иными профессиональными правами в соответствии с Кодексом административных правонарушений. Пожалуйста. 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 Ходатайство. Пожалуйста. 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 Протокол какой? Из-за дергания и настаточного права решения. Протокол выбираем. Это оригинал или? Нет, это копия. А у вас материал есть оригинал? Есть оригинал и материал. Первому заместительному начальнику Московской административно-дорожной инспекции Пырсину от Сафронова ПВ. В вашем предупреждении находится дело о настаточном правонарушении по части 5 ст. 12.16 КОП РФ. В отношении меня прошу вызвать допросить в качестве свидетелей по данному делу Самуилова Владимира Михайловича и Алюнина Дмитрия Георгиевича. Им известны обстоятельства задержания ТС, спрос у меня в качестве свидетелей, а также составление протоколом среднего правонарушения и личности иных свидетелей. Пишите, что сотрудники, должности. Пишите, что сотрудники, должности. Протоколы о задержании транспортного средства и протокола предистоятельного правонарушения. Это наш экземпляр. Материалы сделаны с оригиналом. Да, сравнить можно? Звукод здесь. Пожалуйста, сравните. Там дописал должности. Продолжение следует. Продолжение следует. Отклоняется в связи с тем, что срок рассмотрения дела сегодня мы продлевать срок, переносить срок рассмотрения не можем. Вызвать людей в данный момент представляет свое множество. Физическое. А отложить дело почему нельзя? Что? Потому что у нас срок рассмотрения дела 10 дней. Все. У нас сегодня последний день рассмотрения дела. Перенос рассмотрения дела не предусмотрен. Да. Вы связаны, простите, 10-дневным сроком на основании чего? На основании Кодекса административного правонарушения. То есть сроки рассмотрения административного правонарушения? Сроки рассмотрения жалобы на постановление по делу административного правонарушения. Сроки рассмотрения жалобы? Да. В связи с этим вы отказываете в допросе всеми? Да. Будьте любезны, согласно требованиям статьи 24.4 Кодекса административных правонарушений, прошу вас, как должностное лицо рассматривающее данное дело, согласно требованиям данной статьи, в случае отказа от удовлетворения и ходатайства выносится письменное мотивированное определение незамедлительно. Прошу вас. Нет, вы не путаете. Определение выносится сразу, оно оглашается. А письменное определение вам будет направлено? Направлено? Да, по почте. Дело в том, что вы зачитали сейчас результативную часть данного отказа, да? С мотивировочной частью ни я как защитник, ни мой подзащитный не знакомы. В связи с тем, что мы не имеем возможности узнать, какая именно мотивировочная часть вашего отказа, да, мы не можем, соответственно, заявлять дальнейшее ходатайство. И на какую норму права вы ссылаетесь, вынося отказ в удовлетворении данного ходатайства, нам до сих пор неизвестно. В письменном определении вам все будет подробно написано. В письменном? Да. Хорошо. Только в письменном. Значит, ну все-таки я еще раз вырву свое возражение по данному поводу, и по моему мнению, да, я не буду у вас, я не имею права там, да, настаивать, да, и призывать, да, и призывать, да. Я не могу сказать вас к соблюдению незаконности, по моему мнению, сроки рассмотрения, даже я вам больше скажу, даже по истечению сроков всех, да, даже привлечения к административной ответственности, это не лишает должностное лицо рассматривающее дело рассмотреть данное дело по существу. Мы со своей стороны, мой подзащитный, да, все требования выполнил, по всем вызовам являлся к рассмотрению. Административное производство не затягивало. Поэтому мы, конечно же, очень заинтересованы в том, чтобы получить письменное определение об отказе удовлетворения данного ходатайства. Ну, если вы считаете, что, например, в судебной практике, да, такие ходатайства рассматриваются незамедлительно. Ну, если вы считаете иначе, пожалуйста, я настаиваюсь незамедленно. Хорошо. Так, одну секундочку, я тогда протокол административного правонарушения, и протокол, протокол, я не вижу протокола задержания. Вот такая бумажка. А, это вот эта вот бумажка маленькая, да, я вижу. Нет, еще последний лист посмотрите. Самый последний лист перевернутый. А, перевернутый просто. Илья Анатольевич, я так понимаю, в вашем производстве сейчас находится рассмотрение жалобы, правильно? У меня такой вопрос, а вот кто этот человек, который рассматривает этот тест и принимает? Он не принимает, я ему говорю, он вообще не принимает. А он в данном административном производстве кто? Участник в производстве по делу? Сейчас он все равно рассматривает. В то время вообще нет. Главное. Тихо. Да. Во-первых. Интересно, а ты, значит, пишешь, что вы ходатайствовали на недооооадуженщее, да, а отказывают? Да. Еще ходатайства? Да, имеется. Первый заместительный начальник Московской административной дорожной экспекции Пырсину Ильи Анатольевичу Асифронова Павла Владимировича. В датайстве в вашем предупреждении находится дело административного правонарушения по части 5 ст. 12.16 КОПРФ. Вношение меня. Прошу прощать к материалам дела административного правонарушения диск в ее записи вопроса привлекаемого лица и свидетеля, а также составление протокола административного правонарушения. Прошу также при рассмотрении жалобы обозреть данную для записи, где диск прилагается. В число подсвечения. У нас техническая возможность есть? Нет, нет. Вы можете продемонстрировать видеозапись, изображенную на данном диске? Техническая возможность раскрести масло. У нас нет. К сожалению. Может, я приобщить, пусть есть. Да, приобщить тогда. В следующей инстанции. В принципе, есть свидетели, которые можно... Если Вы позволите, тогда Павел Владимирович озвучит, что, собственно, содержится на этом диске устно. Да. Какие, собственно, доказательства, процессуальные нарушения. Я думаю, что озвучивать это нужно после допроса свидетелей, которые присутствуют, так как они также подтвердят обстоятельства. Так, с ходатайством мы все, мы завершили, можем переходить к рассмотрению. Для решения по ходатайству частичного удовлетворения, правильно? Диск приобщить, а... Приобщить, но физически. Хорошо. А помню о дальнейших ходатайствах. Я же имею право, да, на протяжении всего рассмотрения заявить. Конечно. Оглашаются жалобы на постановление по делу административного правонарушения. Начальник Московской административной дорожной инспекции Григоряну. Вот Сафронова Павлова Владимировича, проживающего по лицу Москва, улица Волк.